Здравствуйте! На телеканале РБК Омск новости в студии Владимир Киселёв. Смотрите в этом выпуске. Причина молочная продукция из соседних стран под запретом. Небюджетный отдых. Для каких регионов пляжи Турции оказались самым дорогим удовольствием? Сегодня стало известно, что экс-губернатор Виктор Назаров все-таки сядет в кресло сенатора. Накануне региональный полицовет партии «Единая Россия» проголосовал за кандидатуру бывшего руководителя Омского региона. Неделей ранее Совет Федерации одобрил отставку прежнего сенатора от Омской области Сергея Попова. Также в качестве вероятного преемника называлась фамилия Назарова. Впрочем, сам Виктор Иванович от комментариев воздержался. Но теперь все встало на свои места. Осталось только дождаться одобрения его кандидатуры в Президиуме Единороссов. Необходимые документы уже отправлены в Москву. Ответ ожидается в середине марта. Примечательно, что далеко не все депутаты остались довольны работой Виктора Назарова в кресле главы региона. Бессменный спикер областного парламента Владимир Варнавский на последнем заседании областного правительства прямо обвинил экс-главу региона во лжи, припомнив Виктору Ивановичу обещание жителям Сидельникова построить стадион, который в райцентре так и не появился. Сам Виктор Назаров с обвинениями согласился и даже добавил, что обидный депутата не держит. Впрочем, теперь у политика появилась возможность поработать над ошибками уже на федеральном уровне. После того, как его кандидатуру утвердят в Москве, бывший губернатор сможет лоббировать интересы Омской области уже в качестве сенатора. Миллиард рублей выделяет Федеральный центр регионам на компенсацию взносов на капитальный ремонт. Средства будут направлены на поддержку одиноких и пожилых омичей. Те, кому исполнилось 70 лет, смогут рассчитывать на компенсацию половины всех затрат на капитальный ремонт. Омичам старше 80 лет взносы компенсируют на 100%. Между тем, в Омском фонде капремонта вынесли предупреждение жителям 74 многоквартирных домов, которые задолжали за капремонт суммы с шестизначными нолями. Если в течение ближайших пяти месяцев до 5 июля омичи не уменьшат задолженность хотя бы до 50%, их взносы переведут со спецсчетов в общий котел. Таким образом, собственники лишаются возможности самостоятельно выбирать сроки и объем необходимых ремонтных работ. Кроме того, их деньги могут быть направлены на капремонт домов, которые первыми стоят в очереди на ремонт. В фонде подчеркивают, что перевод денег в общий котел не снимает с жильцов ответственности за неуплату взносов. Амичи с неохотой подают заявки на выплаты за первенца. По данным Министерства труда и социального развития Омской области, из 76 обратившихся 8 семей уже получили по 9 323 рубля. При этом только за январь текущего года на свет родились 656 малышей, которые стали первыми в семьях. Однако обращаться в многофункциональные центры по месту проживания жители Омской области не спешат. Министр труда Владимир Куприянов призывает жителей, которым полагаются подобные выплаты, не затягивать с подачей соответствующей заявки. Если родители затянут процесс и обратятся с пакетом документов после полугода с момента рождения, то ежемесячную выплату начислят только с момента обращения. Поэтому приглашаем в ближайшее время в МФЦ молодых мам-первенцев. В ведомстве отмечают, что данное пособие не отменяет другие выплаты на детей. Однако претендовать на подобные меры социальной поддержки могут только те родители, чей доход, поделенный на всех членов семьи, не превышает прожиточный минимум более чем в полтора раза. При этом учитывается не только официальная составляющая заработной платы, но и любой другой доход, в том числе и пенсии. Дополнительную консультацию можно получить в справочной службе по номеру телефона 37409. Российские военнослужащие получили смартфоны отечественного производства стоимостью 115 тысяч рублей каждый. Дорогой аппарат для связи позволит сохранить передаваемые данные в целости и сохранности и поможет эффективнее управлять войсками. Дорогостоящие телефоны получили офицеры ключевого командного звена. Операционная система и аппаратная часть были разработаны в России, а сами смартфоны под названием «Атлас» собраны вручную. По мнению экспертов Минобороны, военнослужащие могут пользоваться каналами связи не только в пунктах постоянной дислокации, но и на учениях, в командировках и за границей. Стоит отметить, что корпус телефона имеет жидкокристаллический светной дисплей, а набор команд осуществляется с помощью кнопок. Пользователи социальных сетей уже заявили, что стоимость средств связи крайне необоснована. Ведущие маркетологи страны, сотни предпринимателей гости из Москвы, Краснодара, Екатеринбурга и Тюмени. В Омске 24 февраля откроется форум IT-маркетологов. Почему с цифрой развивать малый и средний бизнес не только модно, но и практично, расскажет Мария Васькова. Как увеличить прибыль на 100% и заставить работать каждый вложенный бизнес-рубль? Маркетологи считают, чтобы развиваться предпринимателям, нужно менять подход клиентам. Через несколько лет половина платежеспособного населения будет относиться к поколению миллениалов, тех, кто родился после 2000-го. А с ними нужно работать по-новому. Один из первых трендов, который на сегодня есть, это сбор обратной связи. Это очень важно, когда мы полностью подстраиваем наш бизнес под нашего клиента. Второй тренд – это персонифицированный подход. Это не когда мы говорим, что у нас сегодня скидка для всех, например, 20%, а когда мы говорим, «Мария, сегодня специально для вас у нас скидка 22% в честь 22 февраля». Но самые лучшие идеи и модные тренды не начнут работать, если предприниматели продолжат игнорировать информационные технологии, добавляет Ольга Логвинова. Как правильно работать с цифрой, эксперты обсудят на эти форуме маркетологов. Один из спикеров – владелец обывного бренда «Гагик Авсипян». Первым в Омске взял на вооружение новые технологии. Преимущество такого подхода почувствовало сразу. Новые клиенты не заставили себя ждать. «Если вы немножко смотрите вперед, если вы смотрите в будущее, и вы предприниматель, который может предпринять что-то, вы должны будете заинтересованы попасть в мобильный телефон клиенту. Как только вы туда попали, это уже ваш клиент». Как новые технологии меняют подход к предпринимательству и какие возможности IT открывают для малого и среднего бизнеса. Опытом поделится Дмитрий Соловищук, предприниматель из Екатеринбурга. «Я думаю, что у нас будет неплохой обмен опыта. Мы в первую очередь друг друга прокачаем тем, что обменяемся опытом работы в разных регионах. Думаю, будет достаточно позитивный отклик от предпринимателей, потому что на сегодняшний день есть абсолютно все решения и инструменты для того, чтобы им грамотно внедрять данное решение». IT-форум маркетологов открывается 24 февраля и будет работать два дня. В нем примут участие более 150 предпринимателей из Москвы, Краснодара, Екатеринбурга и Тюмени, а также ведущие российские маркетологи. Отмечу, что встреча с предпринимателями и спикерами, которые примут участие в форуме маркетологов 24-25 февраля, прошла в пресс-центре телекомпании РБК «Омск». Более подробно о том, как правильно распределять средства для успешного ведения бизнеса и что нужно делать для того, чтобы реклама работала с максимальной отдачей, поговорим прямо сейчас с предпринимателем из Краснодарского края Екатериной Хохловой. Она один из спикеров форума IT-маркетологов, который пройдет в Омске 24-25 февраля. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, инвестиции в проект составляют 1 миллион рублей. Как его все-таки отбить? За счет экономии на различных статьях расходов, может быть, за счет повышения стоимости товаров или все-таки реклама делает основной упор на развитие? Начну с того, что это франшиза, и она имеет разные входы, то есть это разные суммы, как миллион, так, может быть, ниже и выше. Это все зависит от владельца, который приобретает франшизу, и на его усмотрение он вкладывает инвестиции. Чем отличается франшиза от традиционного бизнеса? Тем, что это, во-первых, IT-индустрия. У меня нет заводов, мне не нужно тратить деньги на производство, на персонал, на обслуживание, на продукцию. Это облачный сервис, который создается раз в жизни, и он просто копируется и перепродается, грубо говоря. У нас франшиза IT-сфера, у нас мобильное приложение. Любой человек, как предприниматель, как новичок или даже студент может воспользоваться этим условием, купить себе франшизу и гарантированно вернуть свои инвестиции 3-6 месяцев. То есть на сегодняшний день наша франшиза является одной из самых популярных, я бы так сказала, потому что гарантия возврата инвестиций очень в маленькие сроки. То есть если мы возьмем, допустим, с вами обычный бизнес, к примеру, я открою ресторан, да, то там возврат будет где-то до 8 лет. Я сразу вас перебью, уточню. Многие считают, что франшиза это все-таки что-то такое, что вот вложил деньги, и тебе нужно просто ждать какой-то прибыли. Я так понимаю, что все-таки нужно вкладывать некие усилия и работать, работать, еще раз работать. Ну, когда человек покупает франшизу, то есть у него есть документация, у него есть поддержка от нашей компании, у нас компания международная, у нас есть обучение, то есть это не так, что вы вложили свои деньги, про вас забыли, то есть, да, и вы сами что-то делаете. То есть у нас полностью сопровождение идет, и до того момента, как вы не отобьете все свои вложения, грубо говоря. У нас бизнес-форумы проходят по всей России, у нас проходит обучение, то есть как онлайн, так и оффлайн, то есть человек может обучаться, не выходя из дома. И у нас есть несколько гарантий. Во-первых, у нас международная компания с мгновенными выплатами, во-вторых, вы приобретаете продукт, который позволяет за счет сарафанного радио привлекать к вам клиентов, и вы можете окупить свои инвестиции как через само мобильное приложение, так и, в принципе, становясь партнером компании и зарабатывать через сеть. Поэтому у нас очень много гарантий, и на сегодняшний день мы одна из самых востребованных франшиз. Если вкратце. Вот вы упомянули сарафанное радио. Насколько вообще эффективная такая реклама? Сарафанное радио было, есть и будет. И это одна из самых эффективных на сегодняшний день видов рекламы. В чем прелесть сарафанного радио? То, что предприниматель не тратит деньги на рекламу, и клиент приводит своих же друзей, знакомых с окружения, и предпринимателю это выходит вдоль. То есть, если у нас есть лояльный клиент, который нас и так любит, к нам приходит, оставляет там деньги, и, соответственно, у него в окружении такие же люди, которые также могут к вам прийти и оставить там деньги. И они становятся лояльными только потому, что им друг порекомендовал. А на сегодняшний день, как мы знаем, не работают баннеры, не работает интернет, не работают сайты. В основном люди все приходят по рекомендации. То есть, если на сегодняшний день мне нужен там стоматолог, я позвоню подруге, спрошу там, какой классный стоматолог. Либо мы посмотрим отзывы. То есть, в любом случае, люди сейчас 21 век, все меняется, технологии меняются, они заходят в интернет и смотрят рейтинги заведений, смотрят отзывы, что же пишут люди. Потому что красиво говорить там на телевидении, на радио, на баннерах, ну, как бы, может каждый. А вот именно почитать отзывы реальных людей, то есть, ну, оно, как бы, оно дорогого стоит. Поэтому сарафанное радио сегодня это одна из самых высокоэффективных реклам, ну, на, как бы, на мой взгляд. И люди как рекомендовали, так и будут рекомендовать. И степень доверия к другу все-таки больше, нежели степень доверия к баннеру. Вот, поэтому я считаю, что сарафанное радио это на сегодняшний день одно из самых лучших направлений, которое может выбрать любой бизнесмен. Но вопрос в том, как воспользоваться им и как правильно им управлять. Потому что на сегодняшний день, вот, допустим, оцифровка сарафанного радио существует только в нашем мобильном приложении. И аналогов, то есть, нам нету. И поэтому мы можем контролировать всю цепочку рекомендаций от начала и до конца и коммуницировать отдельно с каждым рекомендодателем, то есть точечно. И, соответственно, либо поощрять его, либо возвращать его в наш бизнес путем бонусов, путем подарков, путем начисления там баллов, допустим. Вот. А насколько вообще люди активно реагируют на начисление каких-то бонусов и так далее? Люди хорошо реагируют, но нужно уметь объяснять. То есть у нас все-таки Россия, и люди немножко боятся вот как раз-таки рекомендаций, потому что путают с пирамидой, то есть как бы вот с сетевым маркетингом и так далее. На сегодняшний день популярные направления Сбербанк «Приведи друга, получи 500 рублей на счет», там МТС тоже пользуется данной системой, но это одноуровневая система бонусов. У нас в нашем приложении три уровня бонусов, то есть я получаю постоянно бонусы как со своих друзей, за рекомендации своим друзьям, так же с их друзей и с их друзей. То есть как бы я могу людей не знать, но я постоянно буду получать бонусы. И мы столкнулись с тем, что людям все-таки нужно объяснять более простым языком. То есть когда мы показываем мобильное приложение, когда мы показываем, как это работает вживую, человек очень быстро смекает, соображает и понимает, что он может в итоге ходить до 100% со скидками по всем заведениям, которые есть в нашем приложении. И когда мы это делаем вживую, проводим операцию, допустим, в том же там ресторане, человек видит, как это работает, и он начинает активно рекомендовать. Система простая, ничего сложного нет. Он передает QR-код. QR-код – это и есть скидка заведения. Он передает другу, тот сканирует через мобильный телефон, и, соответственно, он уже в системе. Поэтому люди реагируют очень хорошо. Я запускала и Краснодар, и Геленджик, и вот сейчас в Омске, и проблем особо нету. Просто нужно доносить до людей, показывать на примере, и тогда, в принципе, все хорошо и эффективно работает. Екатерина, спасибо вам за беседу. А я напоминаю, что мы беседовали с предпринимателем из Краснодарского края Екатериной Хохловой и к другим новостям. Есть ли помощь малому и среднему бизнесу в нашем регионе? Как оказалось, есть. Согласно федеральному закону номер 44 о системе закупок товаров, работы, услуг, все государственные учреждения должны подавать заявки по получению услуг на специальный электронный аукцион. Эта процедура является обязательной и позволяет подобрать товар на более выгодных условиях по соотношению цена-качество. В свою очередь, предприниматели малого и среднего бизнеса получают дополнительную площадку для размещения своих услуг. Такое средство размещения товаров не является обязательным для предпринимателей, но всегда имеет большое количество заинтересованных потребителей. По словам представительства Центра поддержки предпринимателей, спрос растет, а вместе с ним и повышается конкуренция. Мы выявили, что есть необходимость популяризации информации о 44-м законе, помощь малому бизнесу в каких-то информационных моментах количества заявок участников на закупку. То есть он повышается, у нас есть конкуренция, есть экономия в закупках. И, ну, собственно, вот такая вот у нас цель. Россельхознадзор может запретить ввоз молока из ряда регионов Беларуси. Напомню, российские фермеры, в том числе и из Омской области, озаботились стоимостью сырья, которая снизилась до 19 рублей в ряде регионов. При этом для того, чтобы избежать убытков, цена молока не должна быть ниже 25 рублей за литр. Эксперты Россельхознадзора неоднократно заявляли о сырье сомнительного происхождения из Беларуси. По их мнению, необоснованная цена наносит вред не только экономике России, но и здоровью потребителей, так как некоторые предприятия соседней республики неоднократно попадались на нарушении санитарных норм. Сейчас оказаться под запретом рискуют даже не отдельные предприятия Беларуси, а целые регионы. Амичи переплатили за коммунальные услуги более 80 миллионов рублей. Сумма необоснованных расходов была включена в тарифы. О нарушениях порядка ценообразования в омских организациях рассказали в пресс-службе региональной энергетической комиссии. РЭК проверила лишь 5% от общего количества субъектов и нашла необоснованные расходы в размере 82 миллионов рублей в половине из них. Самая крупная статья расходов оказалась в сфере теплоснабжения и составила 55 миллионов рублей. За счет этих расходов, включенных в соответствующие тарифы, выросли счета в квитанциях потребителей. Организации, допустившие грубейшие нарушения, будут оштрафованы. Ревизоры РЭК Омской области начислили почти 2,5 миллиона рублей административных штрафов. В бюджет региона с учетом штрафов 2016 года уже поступило 2 миллиона 230 тысяч 600 рублей. В бюджет Омска 103 тысячи рублей. Стоит отметить, что переплату перед потребителями организации погасят в последующие периоды. Однако, когда проверят остальные 95% компаний, в пресс-службе ведомства не уточняют. Омская мэрия возьмет кредит в размере 300 миллионов рублей у Банка Тюмени. По результатам торгов Запсибкомбанк обошел Сбербанк, предложив займ дешевле на 120 тысяч. Кредитная линия должна быть открыта с момента подписания контракта, согласно которому администрация выплатит займы проценты в течение года. Ранее мэрия подвела итоги других четырех подобных аукционов, в которых победителем стал Сбербанк. По итогам предыдущих торгов Омск откроет кредитную линию на сумму 2,9 миллиарда рублей. Амичи переплачивают за отдых в Турции в два раза больше по сравнению с другими регионами. Самая дешевая стоимость путевки на популярный отдых среди россиян зафиксирована в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В рейтинге приняли участие 20 крупных российских городов. Учитывалось, что летят двое взрослых на семь ночей с 1 по 8 июня и остановятся в четырехзвездочном отеле формата «Все включено». Самая высокая стоимость путевок оказалась в Омске. Жителям сибирского города недельный отпуск обойдется в 61 330 рублей. Тогда как жители Краснодара и Ростова-на-Дону перелет с проживанием обойдется чуть больше, чем в 27 тысяч. Такая существенная разница, по мнению экспертов, объясняется длительностью перелета. Из южных регионов России лететь чуть больше двух часов, в то время как Амичам придется провести в полете почти шесть часов. Сэкономить пару тысяч рублей Амичи смогут, воспользовавшись непрямыми рейсами. Несмотря на дороговизну такого отдыха, аналитики считают, что отдых в Турции смогут позволить себе все россияне с загранпаспортом. Эксперты назвали марки самых часто выставляемых на продажу поддержанных автомобилей. Лидерами в десятке стали автомобили Ford Focus 2012 года выпуска. На одной из самых популярных площадок по продаже транспортных средств количество объявлений составило 985. Также сразу две строчки в топ-3 заняли автомобили Lada Priora 2011 и 2012 года выпуска соответственно. Кроме того, в десятку вошли Toyota Corolla 2010 года выпуска, Hyundai Solaris и Lada Granta, которая замкнула рейтинг. Кроме того, эксперты аналитического агентства Автостад назвали автомобили, которые меньше всего теряют в цене. Лидером среднего сегмента стала Mazda. Сохранность остаточной стоимости автомобилей этой марки составляет более 97%. Второе место заняли также японские производители. Сохранность стоимости автомобилей марки Toyota достигает 95%. Третью строчку заняла Subaru, которая теряет в цене лишь 9,5%. Стоит отметить, что величина остаточной стоимости напрямую зависит от бывшего владельца, который следит за состоянием автомобиля. На этом у меня все. Следите за развитием событий на телеканале РБК Омск, а также на сайте itv55.ru. До новых встреч!